Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам о том, как украинцы фактически предсказали судьбу нынешнего Путина. Предсказали не сейчас, но целую тысячу лет назад. Потому что многие россияне до сих пор думают, что Украину выдумал или Австро-Венгрия, или Австро-Венгерский генштаб, или какой-то Потоцкий, или Ленин даже сказал недавно вождь россиян Путин. И оказывается, что это не так. Оказывается, что я сейчас на очень простых примерах покажу, что уже в 11 веке существовал украинский язык. Это общеизвестный факт везде, кроме нынешней России. Все его знают, этот факт. Одни россияне о нем не ведают. Хотя, кстати говоря, в России когда-то сперло Астромыровое Евангелие, написанное в Киеве. И в нем, в том Астромыровом Евангелии 11 века, написано украинское имя Володымыр и украинский город Киев через букву И. Каждый, кто хочет, может в этом спокойно убедиться. Но мы не об этом. Мы о не только украинской литературе, но и о том, как, собственно говоря, была болезнь нынешнего российского президента, упомянута в очень и очень древних текстах, которых приблизительно около тысячи лет. Таким образом, что такое, какие это надписи и где они нашлись? Ну, во-первых, в Украине очень много вот этих граффити. В первую очередь в очень древних церквях, чуть-чуть из Михайловской церкви осталось, и много в Софиевской соборе и других. В очень старых соборах, которые, ну, до монгола-татарского нашествия. И, оказывается, что во всех этих текстах все написано по-украински. Ну, смесь украинского церковно-славянского языка. Вот как, например, там все абсолютно признаки украинского языка. Господи, помоги рабу своему Ставрове. То есть это вообще по-украински. Помози ж и з тогда пересекались. Господи, помоги рабу своему Борисове Владцу. Георгии и Мечнику княжу Васильвии. Эти все тексты, кстати, и текст с записью о путинской болезни, открыл украинский ученый Сергей Высоцкий. Не Владимир Высоцкий поэт, а Сергей Высоцкий из Полтавы, очень выдающийся ученый. И в 2000-х годах новые эти граффити пооткрывали. То есть это надписи на стенах людей, которые простые люди, ну, и неудай, и не простые, оставляли на стенах соборов, как свои молитвы. Господи, помоги рабу поп своим Павлове, Семенове, ну, это по-украински. Кузове, Фоми, Пеоне и так далее. Марьеве, Лазареве, Гаврилове, Васильеве, Угринове, то есть Венгру, Данилове, Гнатове и так далее. Там же есть характерное для украинского языка такое изменение К на Ц, К на Ч. Господи, помоги Луці, Владычину Дьяку. И вот это, как мы знаем, я, церковнославянское, читалось в украинском языке как И. И вот эти разнописания, например, девицы, девыцы, об этом очень четко свидетельствуют. Да, собственно говоря, и в российском языке сегодняшнем. Там, где Ять в церковнославянском, свидетель, оно передается как И. А было как Ять. Поэтому Сидеть, Повелитель и так далее. Везде там было Ять, а стало даже в русском языке И. Ну, в украинском, в первую очередь. Что еще там? Характерное для украинского языка замена Ф на Хвы. То есть, с подоби Мя Гришну отче Хведа есть такая запись. Вообще, имена и фамилии украинские. Иоанн Слепко, Инок Списович, Иван Худый, Жадько, Неженович, Янчин. То есть, это все народные написания с 11, ну, иногда с 12-13 веков. И вот четкое И в соответствии с правилами украинской фонетики. Русский князь благий, русский княгиня, великий, всеволожа княгиня, послухи. Послухи. Послухи – это свидетели. Есть еще такой звательный падеж в украинском языке. И он остался в русском только в двух словах. Княже и Божий. Во всех остальных словах в русском языке. Это видно, что эти слова взяты из украинского членов. Во всех остальных русских словах нет этого звательного падежа. В Украине есть. Он сохранился до сих пор. Святый Пантелеймоне, о горе тоби Андраничье, ох, тоби Небоже. Небоже – это применник, Небишу. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Чинь ця, валер ця, архип цю, то есть мягкая ця. Это украинская, очень типичная. Ну, я уже много здесь писал, как фразу одну записали вообще в украинском языке, которое в русском языке даже переводчиков приглашали, чтобы понять, что это написано. «Маты не хотят дитыча бежать». То есть эта мать раскаивается о том, что она оставила ребенка. Вот. И было там еще интересное, например, была такая запись о том, что княгиня Всеволодова, то есть это жена князя Всеволода, купила Баяновую землю за 70 гривен драныцами. И вот русские ученые думали-думали, что это такое драныцами, непонятно. А это 700 гривен просто с собольими шкурками, потому что их сдирали, их называли полукраинскими драныцами. И вот в одном тексте нашли, в этих же графите, ну, скажем так, можно сказать, попытку напустить на кого-то плохое что-то. Вот как вы видели на обложке этого видео, оно точно передает, там упоминается вот именно название этой путинской болезни, по-украински. Так, как она называется сейчас, так, как она называлась в древности, тысячу лет назад. Трястя. То есть трястию оточи. Оточь там написано, оточи. Это значит, что на кого-то очень сердит и тот человек, который это все писал. Потому что трястя, собственно говоря, это название украинской болезни Паркинсона, которую мы, ну, не мы, но многие подозревают у Путина, видят, что он уже держится то за пиджак, то за стол, то еще за что-то. Он держится и пытается, так сказать, ну, вот эти все дрожи-то остановить. У него нога, кстати, очень часто трясется во время переговоров, на множестве различных переговоров, особенно таких, где там что-то решается. У него очень часто трясется нога. Вот недавно он с белорусским президентом Лукашенком о чем-то говорил, у него просто эта нога тряслась всю эту пресс-конференцию. То есть трястя, трястя. И это украинцев считается очень такой, да вообще у всех, ужасное такое слово. Одно из таких проклятий в Украине. Трястя твоей матери, это вообще очень такое, хуже не придумаешь. То есть Паркинсон. И оказывается, что тысячу лет назад, как я уже сказал, никакого Паркинсона не было, а трястя уже было. На украинском языке описано. И что я хочу сказать, что эта болезнь, которая, скорее всего, есть у Путина, она считается очень ужасной, потому что человек теряет контроль за собой. И вот всякие там медицинские светила, там лист бурбой и так далее, вот эти все, они говорят, что Паркинсон появляется от того часто, что человек пытается все контролировать. То есть это стремление ГБшного, ну и от страха тоже, от стремления все контролировать полностью, от недоверия к Богу, от мысли о том, что не в его руках все, а у тебя все в руках. Появляются вот такие болячки ужасные, которые фактически человека превращают из того, кто пытается управлять Вселенной, человека, который не управляет сам собой. Ну и, собственно говоря, я думаю, что и война у нас тоже в значительной степени от путинской болезни, от различных путинских болезней. То есть ему плохо, он страшно, он боится, он запер себя в бункере, он не имеет жизни, и он пытается других лишить того же самого, перед тем, как уйдет. Но у Бога свои на это мысли и расчеты. И как мы видели, российские расчеты, российские надежды и планы разваливаются, разваливаются под ударами судьбы и под ударами наших вооруженных сил Украины. Поэтому, друзья, смотрите мои видео «Слава Украине!» Да, кстати, я подумал и решил написать много различных видео об истории Украины. Потому что я уверен, что нынешняя Россия распадется из-за того, что они не хотели знать историю Украины. Они представляли об Украине совершенно не то, чем Украина в действительности являлась. И вот эти заблуждения будут стоить для России, возможно, самого его существования, как целостной государственности. Ну, по крайней мере, такого глубокого падения, которое, я думаю, что другие поколения россиян не переживали столетия. Вот. И все это из-за незнания. Вот, как говорил Маяковский, очень хороший, об Украине в его стих, что запас знаний русского тощ, знает слово борщ, знает Тараса, обоих Тарасов, Бульбу и Шевченко, и больше ничего не знает. Но москаль, на Украину зубы не скаль. Это предупреждал, кстати говоря, русский поэт, Маяковский, правда, украинского происхождения. Но рожденный вообще, по-моему, Грузии. Вот. Он предупреждал, но русские не слышали. И вот для того, чтобы русские успели понять, какую грандиозную ошибку они совершили, ну, их страна. Вот. Я расскажу историю Украины на русском языке. Серию вот этих материалов. И многие могут спросить меня, почему ты это делаешь? Ведь Россия исправится и, так сказать, будет уже знать украинскую историю. Но я вам скажу, что момент прошел, поезд ушел. Все. Решение принято. Поэтому я вам расскажу эту историю просто, чтобы для чистого знания, для самоусовершенствования. Вот. А не для того, чтобы Россия могла усовершенствовать свою политику. Это уже поздно. Бывайте здоровы. И еще раз слава Украине и ее вооруженным силам.